Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим один из ваших запросов к рубрике «Как нарисовать?» И он связан с птицами. То есть, как нарисовать птиц такими, чтобы они не были похожи на галочки? То есть, чтобы что-то было на картине, в небе, не вот такое вот, да, раз, два, три, четыре, пять, а более естественное, более интересное. Давайте мы с вами сейчас потренируемся и посмотрим, что мы можем предпринять, чтобы наши птицы были замечательно интересны. Во-первых, мы можем использовать разнообразие, да, то есть не повторяться. Это значит, что если на картине появилась одна галочка, то вторую галочку лучше не рисовать. Мы можем нарисовать другой размер, например, да, вот она наша птичка. Рядышком, например, другой размер птички уже повеселее дело идет. Дальше мы можем нарисовать другую форму, то есть не обязательно все будут теми самыми галочками. Это даже лучше, если будет не галочка, а что-то другое. Например, форма крыльев может быть вот такая вот, как будто бы птица парит в небе. Я вам рекомендую попробовать не одним движением рисовать птицу, то есть не раз ту самую галочку вставить, да, а двумя линиями, пересекающимися, это позволит сделать птицу как раз-таки более интересной. Мы берем раз линию, дальше небольшой нахлёст делаем, чтобы как-то обозначить еще и туловище, два. И уже интереснее, опять же, нежели просто одним движением галочка та же самая. Хотя так тоже можно рисовать, главное, чтобы они на картине, в принципе, не повторялись, чтобы не 50 таких вот одинаковых галочек было. Мы можем сделать с вами разный размер, разную форму крыльев, в том числе, кстати, и, например, так, раз, два, и небольшой изгиб добавить крыльям. Это тоже дополнительная форма, которую мы можем задействовать. Крылья могут смотреть вниз при полете, то есть когда птица замахивается, то у нее может и вниз могут быть направлены крылья. Также мы можем использовать разные тона, то есть для птиц, например, подальше, тон посветлее, или смешивать краску с белилами, или разводить ее водой, и она будет казаться визуально дальше. А если мы еще совместим это с меньшим размером, с уменьшением размера, так и тем более она будет казаться дальше, дальше, дальше. То есть если мы будем использовать более светлый тон, например, да, вот она уходит, улетает туда вдаль. Также более насыщенный тон, соответственно, у нас появляется уже такой эффект приближения птиц. Для того, чтобы легко было эти линии разнообразно рисовать, нам нужно с вами хорошо разводить краску водой, и можно перед рисованием прям протестировать, идет ли линия или нет, то есть на черновике где-то попробовать. Линия идет, значит можно рисовать, потому что если будет краска густая, то начинаются вот такие прерывистые линии, уже будет неудобно. Вот поэтому разводим краску водой до однородной консистенции, при необходимости больше воды добавляем, чтобы какая-то прозрачность появилась. И, конечно же, удобнее всего использовать маленькую тоненькую круглую синтетику, хорошо собранную, то есть чтобы не топорщились волоски, чтобы вам удобно ею было проводить длинную тонкую линию. И сейчас самое классное упражнение, которое вы можете сделать, чтобы освоить рисование птиц разнообразных, это нарисовать птиц, нарисовать их в большом количестве, прям весь лист заполнить. У меня маленький формат А5, это даже маловато для упражнения, лучше взять А4, а то и А3, и поставить для себя вот такую задачу, нарисовать множество разнообразных по форме, размеру, расстоянию и тону птиц. То есть мы делаем разные формы птиц, крылья вверх, вбок, вниз, летит вправо, летит влево, разный размер, маленькая, средняя, большая, разный тон, светлый, средний, тёмный, чтобы что-то было дальше, что-то ближе, и разное расстояние между птиц, потому что если будет, опять же, расстояние одинаковое, они все будут выстраиваться в какую-то такую линию. И весь лист берём и заполняем разнообразными птицами. Помните, хороший способ нарисовать не галочку, а птицу, это пересечение линий. То есть мы не одной линии рисуем, а раз, два, уже будет птица интереснее. Ну и весь лист давайте заполним этими самыми птицами. Обращаю внимание на разнообразие, чтобы ни одна птица не была похожа на другую птицу по одному из параметров. По размеру, по форме, по положению в пространстве, по тону. И на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам прекрасного настроения. Благодарю вас за запросы к этой рубрике. Пишите, пожалуйста, свои новые запросы в комментарии к этому видео. Начинайте, пожалуйста, свой комментарий сразу, как нарисовать. И далее то, что вам хотелось бы узнать. Некоторые из ваших запросов будут воплощены в этой рубрике. Я благодарю вас за просмотр, хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok